Добрый день, дамы и господа. Мы ведем прямую трансляцию из Нью-Йорка, из Бруклинской публичной библиотеки, Kings Bay, а я Елена Литинская. Сегодня Объединение русских литераторов Америки и Бруклинский клуб русской поэзии представляет нашего российского гостя Евгения Степанова. Директор трансляции Вадим Зубов. Итак, Евгения Степанова. Поэт, литератор, президент Союза писателей 21 века, член президента Союза писателей России и правления Союза литераторов России, также входит в Союз писателей Москвы и Белкулова. Генеральный директор холдинговой компании «Вест Консалтинг». Это еще не все. Издатель и главный редактор журналов, толстых журналов «Дети Ран», зарубежные записки «Футурум Арт», «Зинзимэр», газет «Литературные известия», «Поэты Граф» и других. также основатель и главный редактор портала «Читание САМ», владелец литературной плавки, лауреат премии «Дель Вига» и «Даля» и других литературных премий. Публикации в многочисленных журналах «Юность», «Звезда», «С нами», «Дружба народов», «Вопросы литературы» и других. Евгений – автор 15 книг, стихов, прозы, а также культурологических монографий. Переведен на английский, немецкий, румынский, болгарский языки. Вот такой многогранный у нас сегодня гость. Интересный. Как будет проходить наша программа? Сначала я возьму у Евгения коротенькое интервью, потом он нам расскажет о том, о чем он хочет нам рассказать, читает стихи, покажет свои книги, газеты. Потом мы оставим вам 15 минут на вопросы и ответы. И в 3.30 мы должны закончить нашу видеотрансляцию. А потом будет какое-то время для частного общения. Итак, Евгений, вот такая у вас многогранная деятельность, просто титаническая деятельность. И хочется спросить, как эти ваши ипостаси, связанные друг с другом, как поэт связан с издателем, издатель с поэтом, литератор с преподавателем, как одно влияет на другое? Или это все-таки параллельные какие-то такие виды деятельности? Спасибо. Во-первых, спасибо огромное, Лена. Спасибо, дорогие друзья, что нашли время. В субботний день я понимаю, что это выходной, все после работы устали или вообще. Спасибо, что нашли время. Теперь, что касается ответа на этот вопрос. Прежде всего, я, конечно, предприниматель. То есть я издатель. То есть я занимаюсь книгоиздательской индустрией, книжным бизнесом. Я издаю журналы, пишу книги. Это все дело как-то выставляется в магазины. Мы сами владеем целым рядом интернет-магазинов. Ну вот, собственно говоря, я организовываю в какой-то мере литературный процесс. А что касается творчества, ну это уже, конечно, такое дело, можно сказать, интимное. Но, тем не менее, пишутся книги. В основном я занимаюсь, конечно, литературоведением, потому что я закончил аспирантуру в МГУ, защищал там диссертацию кандидатскую. Сейчас я закончил докторантуру РГГУ на кафедре, которую долгое время возглавлял Михаил Леонович Гаспаров, наш выдающийся стиховед. И вот результатом этой учебы появилась вот такая книга. Это такая научная монография, которая называется «Жанровые, стилистические и профетические особенности русской поэзии середины XX-го, начала XXI веков. Организация современного поэтического процесса». Это мое основное направление. То есть по профессии я, можно сказать, стиховед. То есть я изучаю современную поэзию. От жанров до форм различных, и до литературных групп. То есть все разновидности вот этой поэтической деятельности. Ну и выходят разные мои книги, в том числе романы, которые, так ни странно, продаются и даже очень хорошо в крупных магазинах Москвы. Вот вышли мои книжки. Вот такая книга, например, стала бесселлером, без ложной скромности, можно сказать. Но тут это все обусловлено, конечно, заголовком, потому что она называется «Как похудеть на 35 килограммов». Это такие невыдуманные житейские истории из моей жизни, потому что я описываю свой собственный опыт, потому что я весил 106 килограммов, был такой огромный человек. И вот мои рецепты, как похудеть. Потом вышел вот такой у меня роман, который был номинирован тоже на множество премий, с характерным названием «Застой, перестройка, отстой». Вот такая была и суровая даже критика в адрес этой книги. Но, тем не менее, я ее написал. И тоже книга была коммерческая, и она получила большой резонанс с таким тоже громким рекламным названием «Секс в маленьком московском офисе». Но сразу хочу всех предупредить, никакого тут описания каких-то интимных сцен нет. Но есть разговор о взаимоотношениях полов, о мужчине и женщине, но без, естественно, каких-то скабрезностей. Много выходит книжек различных публицистических. Вот, например, вышла у меня книга «Знаковые имена русской прозы и публицистики». Такая же книга вышла о русской поэзии, но я ее не привез, просто уже не дотащил. В этой моей книжке интервью с известными писателями, многие из которых уже, к сожалению, ушли из жизни. Вот я встречался, например, с Чингизом Айтматовым, писал о нем, с Василием Павловичем Аксеновым, с Артемом Боровиком, с которым мы были товарищами. Я под его началом работал три года в газете. С Юрием Мамлеевым, Виталием Коротичем, с Никитой Струва, с Эдуардом Тополем, который вот живет в Америке. Мы с ним познакомились в 92-м году здесь, в Нью-Йорке. Ну, и другие книжки. Ну, одна из самых главных моих книг, вот она немножко рассыпалась, поскольку я вот вез ее издалека, это такая книга «Жанр эстрофы современной русской поэзии. Версификационная практика поэтов 20-21 веков». Это трехтомное исследование на тысячу страниц о современной русской поэзии, где мои статьи, и плюс поэтические тексты самых разных авторов. Вот как раз «Жанр эформа» — это такая эмпирическая база моего диссертационного исследования. Если вот эта книжка — это, собственно, уже как таковая монография, то вот это — это эмпирическая база, ну, собственно, этого текста с моими исследованиями. Ну и, конечно, мы выпускаем очень много журналов, газет, которые востребованы. Журнал «Дети Ра» — это единственный ежемесячный, толстый журнал поэзии, который выходит в Россию, он входит во все крупнейшие порталы, и журнальные залы, и мегалиты, читальный зал. То есть деятельности действительно у нас очень много, но, отвечая, Лена, на ваш вопрос, естественно, один бы я ничего не смог сделать. Есть у меня сотрудники, которые помогают, размещают материалы, есть редакторы изданий, которые ведут непосредственную работу. То есть такой создан коллектив за 11 лет, вот то, что я возглавляю эту систему Вест Консалдинг, который, собственно, занимается выпуском различного вида печатной продукции. То есть это коллектив, это не значит, что я один с утра до ночи сижу, там, работаю, я, как видите, путешествую много, езжу. Но есть люди, которые, соратники, которые помогают, то есть общими усилиями мы как-то вот этот груз тянем на себе, эту ношу. Спасибо. Евгений, скажите, а у вас есть вот визитная карточка вашего творчества? Какое произведение или какие произведения вы бы могли назвать вашей визитной карточкой? Или нет? Нет. Скорее всего, скорее всего, такой визитной карточки у меня нет, потому что, ну, каждая книга, каждое произведение, каждое стихотворение, ну, они как дети. То есть они все мне дорогие, я ни от одного своего произведения не отрекусь. Что написал, то мое. Другое дело, что иногда, ну, приходится что-то переписывать. Вот мне просто не нравится с эстетической там точки зрения. Я, например, никогда не читаю своих книг. Вот если книжка вышла, не смотрю свои передачи. Вот мы, кстати, забыли сказать, что мы создали небольшой телеканал «Диалога», кстати, вот Вадим Зубарев, Вера Зубарева, который здесь присутствует, очень нам помогли консультационно как-то вот немножко выйти там на другой уровень. Вот я никогда не смотрю ни своих передач, не читаю своих книг, потому что все это мне не нравится, и я это просто в ужасе падаю в обморок, и не хочу это смотреть, мне это кажется безобразным, потому что я профессиональный корректор и редактор, который более 25 лет работает в этой отрасли. Я начинал корректором. Вот. И сколько бы я ни делал корректур, если я потом опять открываю книжку, я опять что-нибудь найду, какие-то ошибки. А это для меня самый ужас. У меня был, вам расскажу, такой случай смешной. Я по заказу госстраха написал книгу, огромную монографию, которая называлась «Карманные календари госстраха». И я работал над ней там, наверное, года полтора. Был немыслимый гонорар, 30 тысяч долларов за эту книгу. Да, госстрах мне заплатил. Я работал, работал, сделал 30 корректур, и когда вышла книга, вот, там была опечатка на обложке. Вот. И это было все. То есть я потом практически, ну, я не мог... Никто ее, причем, ее не заметил. Там буква одна была написана, значит, сострочная, должна была быть прописной. Это никто не заметил, заказчик ничего не понял. Он сказал, да, все прекрасно. Они мне потом заказали еще книгу про плакаты госстраха. Но, тем не менее, вот я-то заметил эту опечатку. И потом месяц не мог прийти в себя, поэтому я теперь просто боюсь свои книги читать. Но вот такой был, как здесь говорят в Америке, экспириенс очень суровый и тяжелый. Поэтому, конечно, никаких визитных карточек нет. Вот, кстати, я забыл сказать, недавно вышла вот такая книжка «Аэропорт». Это книга стихов. Ну, вот она вот из стихов, которых написаны последний год-два. Поэтому визитной карточки, конечно, нет. Спасибо. Прекрасная книга. Я читала отрывки на Фейсбуке. И я надеюсь, что вы нам прочитаете сегодня. Хорошо. Ну, вот мы тут поэты в Нью-Йорке. Очень сожалеем, что поэтические сборники мало продаются, не продаются. Вы как поэт и как издатель. Что вы думаете по этому поводу? Настанет когда-нибудь такое время, когда читатель снова будет покупать стихи. Или все, уже интернет забился. Лен, вам сказать правду или сказать то, что вы хотите услышать? Правду. Я думаю, что эти времена, когда были стотысячные тиражи, когда были астрономические эти залы, я думаю, все-таки они, конечно, прошли. Это не значит, что исчез читатель поэзии. Читатель поэзии есть, он сохранился. Но, конечно, он переместился в интернет. Это очевидно. И уйти от этого мы не сможем. Мы занимаемся сейчас, как я сам называю, мы занимаемся выпуском сувенирной продукции. Вот мы выпустили книжки свои, там 200, 300, 100 экземпляров. Что-то продали, что-то раздали критикам, что-то подарили. Но это не значит, что это плохо. Понимаете, я считаю, что все-таки поэзия в чем-то сродни высшей математике. Не может быть много читателей, почитателей поэзии. Это дело такое суверенное, интимное, камерное. Ну, невозможно, чтобы это все шло как бы так массово. То есть, на мой взгляд, те сборники, которые пользуются огромным спросом, я не буду называть этих авторов, которых я лично знаю, нежно люблю. Но на мой взгляд, на взгляд стиховеда, который закончил докторантуру РГГУ, это не имеет отношения к поэзии. А народу нравится. Поэтому как я тут могу что-то сказать? Ну, народ такие стихи любит, они покупают. Ведь есть поэты, которые... Ты приходишь в магазин, стоят эти книжки, и люди их покупают. Но это не значит, что я приду в магазин, и там увижу, например, книги Геннадия Айги, сложного, замечательного поэта, который ушел из жизни. Но таких книжек нет. И масса других талантливых поэтов, даже сосноры. Вот я приду, и я не увижу книжек сосноры, которые классик 20-21 века. Ну, найду стихи, уважаемые мной, например, Ларисы Рубальской. Вот и все скажут, это лучшая поэтесса. Я однажды разговаривал с Александром Яковлевичем Розенбаумом, с которым мы однажды ехали в Петербурге в машине вместе. Ну, я человек, видимо, не очень тактичный, и в чем-то даже глупый. И я ему, как всегда, сказал правду. Я говорю, Александр Яковлевич, ну, вот это же, согласись, говорю, ну, вот это, наверное, все-таки не поэзия. И, вы знаете, он человек более умный и более толерантный, спокойный. Он сказал, говорит, а я согласен с тобой. Я согласен, но народу песня «Вальс Бастон» нравится. И она останется. Понимаете? То есть у поэзии есть миллион разных видов, разных определений. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. Ну, конечно, стихи Александра Розенбаума, они более востребованы, чем стихи, я не знаю, Виктора Сосноура или Геннадия Айги. То есть какая-то поэзия, она, может быть, и будет продаваться массовыми тиражами, но подлинная поэзия, с моей точки зрения, я думаю, это все-таки будут небольшие тиражи. Я так думаю. Понятно. Будем издавать малыми тиражами. А такой вопрос. Евгений, вы сказали мне, что вы были в Нью-Йорке последний раз 20 лет назад. То есть вы были здесь совершенно младым человеком, с какими-то надеждами большими, наверное, с какими-то планами. И тут два встречных вопроса. Первый вопрос. Почему вы вернулись в Россию? Почему вы не ехали? А второй вопрос. Вот вы приехали сейчас. Уже маститый литератор, культуролог. Но совершенно уже другой уровень, другая липостась. И как вам Нью-Йорк? Как? Тот же самый или нет? Вы изменились. А Нью-Йорк изменился? И ваше отношение к Нью-Йорку. Что вам здесь понравилось сейчас? Что вам действует на нервы? Вообще, как на вас действует Нью-Йорк? Это интересно. Спасибо огромное, Елена, за этот вопрос. Я отвечу иносказательно, и так, притчеобразно. Вот для того, чтобы почувствовать себя москвичом, мне нужно было родиться в этом городе, закончить там школу, как говорится, врастать в этот город, понимать, что Москва слезам не верит, жить по суровым законам этого города. И вот спустя какие-то годы я почувствовал себя москвичом. Чтобы почувствовать себя парижанином, я должен был пять лет на факультете иностранных языков изучать французский язык, потом работать во французской прессе. Я жил в Париже несколько лет. И вот спустя какое-то время я почувствовал себя парижанином. Чтобы почувствовать себя киевлянином, я должен был работать два года в Киеве, в том числе на американские крупные компании, был влюблен в прекрасную киевлянку, певицу, и выучил украинский язык немножко. И вот спустя годы я почувствовал себя киевлянным. А для того, чтобы почувствовать себя нью-йоркцем, сюда достаточно просто приехать. Вот просто приезжаешь, и ты дома. Вот с чем это связано, я не могу объяснить. Но я действительно не был 20 лет в Нью-Йорке, хотя в Америке потом был неоднократно. И был в провинциальных штатах, в Висконсине, в Кентукки и в других. Но вот вчера, позавчера я поехал в Манхэттен, нашел тот дом, где я жил, на Лексингтоне, 55-й улице. И вот невероятные ощущения. Вот как будто вот, помните, у Шарля Азнавура есть песня про Монмартра. И вот Монмартра, он там его не узнает. Вот какой Монмартра, и вот я тоже вот хотел вот что-то такое. Но я все узнаю. Я все узнаю. Манхэттен ничуть не изменился. Единственное, вот я говорю, что перемены, это стали другие светофоры. И изменилась 42-я улица. Она стала невинной, тихой, какой-то скромной. А вот когда я тут в юности оказался, это была такая определенная улица. И нам, людям из Советского Союза, она по определенным причинам у нас вызывала живой интерес. Сейчас этого нет. А так перемен я никаких не заметил. Но я в первый раз приехал в Бруклин, и Бруклин мне показался тоже очень симпатичным. Он живой район, очень удобный. Какой-то вчера я там в парк пошел, огромное количество магазинов. То есть у меня не вызывает Нью-Йорк никакого отторжения. А почему я уехал в свое время? Вы знаете, я уехал как раз в 1994 году, потому что я почувствовал, что я смогу в большей степени реализоваться там, на родине. Потому что мне уже предложили определенную интересную работу в бизнесе. Я стал представителем крупной нефтяной компании шведской. Мне было там 30 лет, и я возглавлял достаточно серьезную организацию. У меня было огромное количество сотрудников. Крупнейшие российские фирмы были моими конкурентами. И попутно с рекламным бизнесом я начал заниматься разными сферами экономической деятельности. И я понял, что я смогу там быть более востребован. Потому что семья моя уже к тому времени жила в Германии. И я как-то реально смог моим близким людям помогать, когда я жил в Москве. Потому что был такой, как вы помните, период в истории России, так называемые 90-е годы. Люди делали и большие состояния, некоторые, правда, и умирали. Вот эту эпоху я хорошо застал, я ее хорошо помню. И, честно говоря, не жалею о том, что я свой путь прошел там. Я думаю, что именно там я как-то смог в полной мере реализоваться. В полной мере. Но это не значит, что я не люблю Нью-Йорк, не люблю Америку. Америку я очень люблю. Потому что я жил, действительно, повторю, в разных штатах. Я жил среди индейцев Америки. Я получил звание почетного гражданина штата Кентукки. У меня масса друзей американцев и, естественно, русских людей. Я всегда Америку защищаю в России. Всегда. Потому что вы знаете, что сейчас происходит. Да, и вот эта пропаганда. И я не позволяю в моем присутствии Америку ругать. Потому что я знаю, что это очень хорошая страна. Очень приятно. Спасибо. И последний вопрос, который я хочу задать, это ваш традиционный вопрос. Я прослушала и просмотрела несколько ваших интервью. И в конце каждого интервью вы спрашиваете, а как вы понимаете счастье? Что такое для вас счастье? Это Клод Евгений. Что такое для вас счастье, как вы его понимаете? Если бы я знал ответ на этот вопрос. Действительно, я этот вопрос задаю многим своим гостям. И в свое время я дружил с замечательным актером. Евгением Яковлевичем Вестником. Я с ним когда-то сделал интервью. И потом мы как-то стали очень тесно общаться. Я ему тоже задал этот вопрос. Он говорит, Жень, если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы получил Нобелевскую премию. Или бы меня признали абсолютным дураком. Если бы я дал точный ответ на этот вопрос. На самом деле, мне кажется, и смысл жизни, и счастье – это все-таки в полной реализации человека. Вот мужчина должен реализоваться в семье, и женщина, конечно, тоже. В науке, в спорте, в бизнесе, в творчестве и так далее. Мое понимание счастья личное, оно очень специфическое. И не знаю, как уж это сформулировать, но тем не менее, когда я нахожусь в Берлине, когда все мои домочадцы, дети, внучка, вот они заснули, спят, я им поправил одеяло, а я встал и пошел на кухню и пишу стихи, вот когда все спят. Но я знаю, что они дома. Вот это для меня высшее наслаждение в жизни. Когда я спокоен за всех, все довольны, сыты и спят, и меня оставили хотя бы на время в покое, и вот это я воспринимаю как особое блаженство. Но это бывает, к сожалению, не так часто. Но практически каждый квартал я уезжаю в Германию, где живет, и дочка моя, и внучка, и другие мои родственники. И вот там я абсолютно счастлив. Евгений, спасибо. Я сейчас удаляюсь в зал, буду сидеть среди зрителей, оставляю вам микрофон, чтобы вы нам рассказали, почитали. Все? Хорошо. Спасибо вам за это интервью. Спасибо, Лена. Спасибо вам огромное за интеллигентные, замечательные вопросы. Спасибо. Давайте я вам тогда, ну действительно, несколько своих книг представлю. Ну, наверное, начнем вот с этой книжечки, небольшой такой, «Женщина в соседней комнате». Это предельно короткие мои рассказы. Предельно короткие они иногда состоят, там, даже из нескольких предложений, из нескольких строк. Ну, давайте вот начнем с такого. Называется «Здравствуй, брат». «Здравствуй, брат. Я опять говорю с тобой во сне». Диалог он отвечает. «Сон – это тоже жизнь. И раз я снюсь к тебе, значит, мы оба живы. Но мы сделали очень много ошибок, доказывая самим себе собственную глупость. Я знаю. Я это знаю. Именно этого я и не вынес. А я научился понимать людей, не говоря с ними. Знаю, знаю. У тебя... А тебе у нас есть информация. Ты стал тем, кем стал. Ты стал другим. Мне стыдно, что я люблю не всех. Иногда мне приходится улыбаться самовлюбленным и глупым людям. Все равно улыбайся. Ты не имеешь права на ненависть. Ненависть – слишком земное и простое чувство. А у тебя другие задачи. Какие же? Ты информатор. Ты информируешь одну тонкую материю, а другую. И наоборот. На тебе очень большие задачи. Наверное, ты прав. Но я немного устал. Ничего, я тебе помогу. Завтра у тебя опять будет энергия. Спасибо, брат. Вот такие вот короткие рассказы. Ну, дальше. Подонок. Мне 20 лет. Ей 30. Она говорит. Все, я ухожу. Ты меня достал. Прощай. Она собирает вещи. Я в панике. Я умоляю ее остаться. Но она уходит. Мне 50 лет. Ей по-прежнему 30. Она говорит. Все, я ухожу. Ты меня достал. Прощай. Она собирает вещи. А я? А я даже доволен. Я помогаю ей собраться в дорогу. Она кричит. Ты подлец. Негодяй. Но она не уходит. Это подонок. Элита. Фантастический рассказ. Надеюсь, после этого не разрешат вернуться на родину. Добрый день, коллеги. На сегодняшнем заседании мы поговорим о вещах глобальных и локальных. Мы в нашей стране добились больших результатов. Проект «Социализм», слава богу, загублен. Теперь для большинства нет бесплатной медицины. Нет нормальных без МО продуктов питания. Мы сокращаем часы по изучению русского языка. Пусть люди совсем забудут родную речь. Тогда и думать будут меньше. Проект реставрации капитализма тоже на всех парусах идет ко дну. Малый бизнес мы практически уничтожили. Налоги подняли в разы. Палатки закрыли. Рабочих мест все меньше и меньше. ВВП падает. Население страны сокращается. Это прекрасно. Нам нужны люди в очень небольшом количестве, чтобы обслуживали газовую трубу и все. Остальные лишние. И, конечно, мы должны строить совсем другой строй. Все предпосылки для этого есть. Феодализм. Да-да, именно феодализм. Солит нам все больше и больше удач. Уже сейчас мы захватили самые лучшие земли. Живем на рублевке. Имеем резиденции в Сочи. У нас гигантские квартиры в Москве. Недвижимость и бизнес за рубежом. Мы присвоили себе недра. Природные ресурсы. И распределяем их по своему усмотрению. Населению кидаем кости с нашего барского стола. И костей, конечно, жалко. Ну да ладно, пусть подавится. Кто-то ведь и работать должен на нас, феодалов. Наши дети учатся в Кембриджах и Оксфордах. Вот они-то и продолжат наше славное дело. Конечно, вновь необходимо легитимизировать крепостное право. Вести через парламент оброк и парщину. С парламентом у нас, к сожалению, проблемы. Да, мы внедрили туда множество спортсменов, артистов, домохозяек и других непрофессиональных законотворцев. Но как-то туда просочились и два юриста. Это чересчур. Мы должны лучше, эффективнее работать с психиатрическими больницами. Оттуда приглашать больше людей. Чем больше параноиков, тем лучше. А в дальнейшей перспективе мы обязаны вернуть рабовладельческий строй. У нас уже многое получается. Мы на правильном пути. Это такой рассказ. Это фантастический рассказ. Сразу хочу предупредить. Это фантастический. Домашняя женщина. У моего друга Жоржа, 45-летнего Тата, было хобби. Каждый день он знакомился с новой девушкой на сайте dating.ru. Знакомился на второй или третий день, вступал с ней в отношения, потом начинал мне звонить. Ты знаешь, старик, она всем хорошо. И готовит как повар, и в постели как гитера, и денег у меня не просит. Но все-таки она не домашняя. А что такое домашняя, Жорж, спрашивал я. Ну не знаю, как тебе объяснить. Женщина должна быть домашней. Вот моя мама еврейка была домашней, сестра у меня домашняя. Через неделю-другую Жоржик со своими возлюбленными расставался и опять начинал новый поиск. Так бы он и жил в Москве, искал на сайтах знакомств свою домашнюю женщину, но как на грех случился кризис 2008 года. Жоржикова маленькое издательство разорилось, и он остался неудел. Тогда он вспомнил, что у него есть дядя в Австралии, и попросил его прислать приглашение. Дядя, как это неудивительно, оказался порядочным человеком и прислал. Жоржик улетел в Сидней. Месяца два от моего друга не было известия. Я даже заволновался. И тут, слава богу, он получил письмо по электронной почте. К письму было прикреплено 15 фотографий. Жоржик на фоне виллы, Жоржику бассейна, Жоржик на берегу океана и так далее. Письмо начиналось такими словами. Женя, наконец-то я счастлив. Я женился. У моей жены дом на 20 спален. Мы живем на берегу океана. На участке растут тюльпаны. В ванной можно разместиться подводная лодка. Приезжай скорее к нам в гости. Я тебя познакомлю с супругой. Она такая домашняя. Вот совсем короткий. Критик Гарфункель. Отчасти отвечаю на вопрос Елены Литинской. Критик Гарфункель. Обходясь общими словами, талантливый и сообразительный молодой литературный критик Иван Гарфункель писал всегда одну и ту же лицензию, только название книги заменял. Этого никто не замечал, потому что в 21 веке читатели уже почти ничего не читали, кроме газет и детективов, а писатели читали только сами о себе. Я, поскольку работаю издателем, записываю всякие анекдотические истории, которые происходят в моей издательской практике. Такой цикл называется серия «Издательские будни». В невыдуманной истории обстоят. «Целитель Серега. Ко мне в редакцию пришел один народный целитель. По совместительству он писатель. Рассказывает, как он общается с Иисусом Христом. Спрашиваю, «Сережа, о чем вы разговариваете с Иисусом?» Да обо всем. Вот я тут похудеть собрался, спрашиваю Иисуса, «Что мне делать?» Он ответил, «Серега, прекрати есть котлеты». Прекрати есть котлеты. Ну, еще вот такой подлиннее. «Царь». А, ну, нет, это такой другой. Тоже из цикла «Издательские будни». Сережа. «Женя, я всегда тобой восхищался. Ты выдающийся подвижник, лучший в мире издатель и редактор. Ты напечатали практически всех поэтов в России». Спасибо, Сережа, но это не так. Так, так, я тебя ценю как никого. Кстати, я недавно завершил работу над рукописью. Посмотри, там всего-то 468 страниц. Это мои мемуары. Может быть, напечатаешь их в журнале «Дети Ра»? Сережа, но в журнале «Дети Ра» всего 130 страниц. Я при всем желании не смогу напечатать твою рукопись. Как не сможешь? Ты мне отказываешь? А я тебе был такого хорошего мнения. Говорили мне, что ты подлец. Да я не верил. Теперь верю. Ну, извини, что не оправдал твоих надежд. Не извиняю. Ну, вот еще такой подлиннее. «Царь». Неделю назад от моей близкой подруги Нины Давыдовой, супруги поэта и видного общественного деятеля Дмитрия Цесыльчука, пришло приглашение на очередное заседание Союза литераторов России. Как ответственный человек, я пришел в лучников переволок, заглянул в знакомый приземистый особнячок, где обычно проходят все наши мероприятия, и стал слушать. С докладом в тот вечер выступал бывший первый заместитель министра иностранных дел России, политолог и крупный ученый Федор Вадимович Шелов-Коведяев. Все невыдуманная, абсолютно правдивая история. Он долго и красноречиво говорил о международной политике, о наших непростых отношениях с Англией и Китаем, представлял свою новую книгу, которая вышла в издательстве «Литея». Минут через сорок начались прения. Потом, по давней доброй традиции, литераторы достали из своих вместительных суммах разнообразные напитки и еду и стали общаться в неформальной обстановке. Так здорово получилось, что я оказался рядом с замечательной художницей и драматургом Катей Рубиным. Кстати, она сделала мои обложки. Вот некоторых книг, в частности, про интимную жизнь. Надо заметить, что Катя всесторонне одаренный человек. Она и рисует замечательно, и пишет хорошо. Ее пьесы идут в разных странах мира, в том числе в Америке. А картины выставлены в престижных галериях. А еще Катя великолепно готовит. Женек сказал добродушной Кате, посмотри, какие вкусные кабачки я принесла. Это я сама в пароводке приготовил. Отведай. Я с удовольствием ответил. Очень мне Катяны кабачки понравились. Потом видный поэт и общественный деятель Дмитрий Цесельчук угостил меня домашним красным вином. Я тоже не отказался. В общем, вскоре всем нам было хорошо. И тут Катя Рубина неожиданно спросила у меня. Женек, вот ты возглавляешь союз писателей 21 века, правильно? Правильно, согласился я. А как там твоя должность называется? Я президент союза писателей 21 века, гордо ответил я. Президент – это должность сомнительная, сказала Катя. Это должность выборная. Сегодня ты президент, а завтра бац, тебе пинком под зад, и ты уже не президент. Что же мне, Катюшка, делать? Грустно спросил я, и опустошил еще один пластмассовый стаканчик Диминого домашнего вина. Вопрос можно решить просто. Решительно резюмировала художница и драматург Катя Рубина. Ты не президент союза писателей 21 века, а царь. Царь, понимаешь? Царь союза писателей 21 века. Это пожизненная должность. Да и звучит лучше по-русски. Я задумался. С одной стороны, царем быть приятно. К тому же у нас в стране и так монархия. Смешная, конечно, но все-таки монархия. Путин передает власть Медведеву, Медведев Путину. Может быть, это и плохо, но российскому народу почему-то нравится. Живем мы все хуже, а все равно на выборах голосуем за партию власти и за привычных руководителей. С другой стороны, с царями в России зачастую обходится не очень вежливо. Примеров, к сожалению, слишком много. Но я уже выпил, разомлел, и предложение Кати Рубина еще вполне приемлемо. Ну что, царь так царь, сказал я. Если народ просит, я не против. Тут ко мне обратился Федор Вадимович Шелов-Коведяев. Он попросил поделиться впечатлениями от его новой книги. Я честно сказал, что книгу его не читал, но она, разумеется, мне понравилась. Почему удивился принципиальный, как все бывшие первые заместители министра иностранных дел России, Федор Вадимович? Я знаю, какие вы делаете шашлыки. И это о многом говорит. Если человек делает такие вкусные шашлыки, он не может написать плохую книгу. Неожиданно для меня Федор Вадимович с этим постулатом быстро согласился. И даже добавил, а ты про те шашлыки, которые я делал у Димы Цесельчука на даче? Тогда у меня времени было мало. Да и мясо выбирал не я. Если бы мясо выбирал я, то шашлыки были бы действительно удачные. Я не возражал. Вечером я пришел домой, принял душ, попил чайку с зефиром и написал о встрече в Союзе литераторов России небольшой рассказик. И разместил его в Фейсбуке. Ну, такой рассказ из нашей литературной жизни. Ну, и коротенький совсем, чтобы представить эту книжку. Ну, такой немножко лирический. Посвящен он Наташе Лихтенфельд, с которой мы вместе 33 года. Вот она как раз живет в Германии. Она мать моего ребенка. И у нас общая внучка. Женщина в соседней комнате смотрит телевизор. Я лежу на диване и, как Мюнхгаузен, мечтаю или пишу стихи. Стихи, конечно, глупые, несуразные, графоманские. Но я все равно счастлив, потому что женщина в соседней комнате смотрит телевизор. Вот такая книжка. Более такие длинные, ну, еще вот я и романы написал, но, уверяю вас, романы читать не буду, уважаю ваше терпение и беспокоюсь о вашем благополучии. Но, тем не менее, один короткий рассказ я прочту. Он тоже, надеюсь, вас повеселит. Это книжка «Как похудеть на 35 килограммов». Не буду читать. Он довольно длинный рассказ «Как похудеть на 35 килограммов». Но он, конечно, смешной, потому что он тоже связан с женщиной. И суть того рассказа, что когда ты живешь с женщиной йогом, то это очень сложно. И когда ты, например, хочешь поесть сало или там что-то, ты можешь неожиданно наткнуться в холодильнике на мышеловку. Вот. Это очень суровый опыт жизни. Но все, что я знаю, я вот знаю от общения с прекрасным полом. Больше я ничего в жизни, никакого опыта у меня другого нет. Но, тем не менее, рассказ «Судьба». Раньше я был проституткой. То есть журналистом. Теперь я хозяин публичного дома. То есть издатель и главный редактор газеты. Почему я так говорю? Потому что, к великому сожалению, знаю, о чем говорю. Потому что в стране торжествует дикий капитализм, похожий на феодализм. Потому что закон тайга. Потому что упал с ветки тебя едят. Потому что клиент всегда прав. Если клиент платит деньги, он может напечатать в газете все. Ну или почти все. Мой бывший одноклассник Серега Лупиков разбогател еще в 90-е. А в нулевые стал реальным олигархом. Если раньше он был хватким, оборотистым челноком, то сейчас масштабно и эффективно занимался нефтью, инвестиционными проектами, строительством и так далее. И как на грех стал писать рассказы. Тут-то он про меня и вспомнил. Стал мне присылать свои коротенькие рассказики, поддерживать мою газету материально. Рассказывал Сереге не то, чтобы совсем плохие. Нет. Ну и не шедевры, конечно. С другой стороны, у него всегда правда жизни отражена. Он прошел в бизнесе через все, попадал в самые мыслимые и немыслимые ситуации. Про это он и пишет. Напечатал я в своей газете, наверное, 100 его рассказов, примерно столько же лестных статей о нем. Но ему все мало. Хочет новых статей от новых авторов. Я вспомнил про своего давнего знакомца, филолога Володю Конфетова, который заканчивал аспирантуру в РГГУ на кафедре теоретической и исторической поэтики. На той самой кафедре, где когда-то работал легендарный Михаил Гаспаров. Я знал, что у Володи появилась девушка, он постоянно искал подработку. А тут такой случай. Я рассказал Володе про Сергея. Пообещал 10 тысяч рублей за статью. Володя очень обрадовался. «Серега пригласил нас, Володя, в ресторан «Бакшиш». Мы пришли заранее, уселись на втором этаже, нам тут же принесли меню. «А что можно заказывать?» – робко спросил Володя. «Заказывать всегда можно и нужно, Володя, то, за что же сам можешь заплатить». Назидательно ответил я. «Понятно», – почесал в затылке Володя. «Тогда я, пожалуй, закажу чаю». «Ну зачем чаю?» – успокоил я филолога. «Да возьмем, давай возьмем без строганов с белыми грибами. Не так и дорого. 650 рублей. Я угощаю». «Отлично, спасибо», – согласился Володя. Тут как раз подошел Серега. «Ребята, заказывайте, что хотите», – предложил бизнесмен. «Тут очень хорошие шашлычки из осетрины. Вы не против?» «Нет, конечно», – воскликнул радостно улыбаясь Володя. Но, увидев мой строгий взгляд, осекся. «Мы уже выбрали без строганов с белыми грибами. С чувством неокончательно утраченного собственного достоинства», – сказал я. «Тоже ничего», – согласился Серега. «В общем, мужики, я не буду ходить вокруг да около. Скажу напрямки», – начал Серега свою пространную речь. «Мне нравится мне современная русская литература. Да и классика, сказать по совести, меня тоже восторг не приводит. Я убежден, что мои рассказы самые интересные. Вы с Володей переглянулись. Да, мои рассказы самые интересные. Потому что у меня каждый рассказ – это рассказ судьба. Да, у меня каждый рассказ – это рассказ судьба. А вот у Миримы рассказы – не судьба. И у Толстого, и у Чехова. У Чехова вообще одни анекдоты, случаи. Я таких случаев могу миллионы рассказать. Я слушал молча, спокойно ел и не возражал. Я знал, что Серега хорошо платит за статьи о нем. Володя тихонько ерзал на стуле и даже не ел без дроганов с белыми грибами. Изучающий смотрел на диковинного заказчика. А Серега все не унимался. Вот Шукшин – хороший писатель, спору нет. Он показал разные слои народа, написал свои рассказы на своеобразном языке. Но это тоже случай, эпизодики. А сейчас нужно писать рассказы, похожие на романы. Коротко, ясно, емко. Нужен рассказ «Судьба». Женя, ты согласен? Конечно, Сергей, я тоже думаю, что сейчас нужно писать рассказы, похожие на романы. Вот так, как ты пишешь. Спасибо, Джексон. Ты еще в школе, в литературе разбирался. Вот поэтому я к тебе и обратился. Если честно, я не могу читать современных писателей. Они жизни не знают. Вот Улицкая. Это книги ни о чем. Она жизни совершенно не знает. И Аксенов жизни не знал. В общем, ты, Володя, Серега хлопнул конфетов по плечу, должен написать статью о том, что появилось новое направление в русской литературе. Рассказ «Судьба». Ты понял? Понял, ответил Володя. «Ну, а сейчас я вам новенькое почитаю», – сказал Серега и достал свой небольшой по размерам ноутбук. Читал Серега долго, минут десять. Я слушал внимательно и даже подобострастно. А Володя по-прежнему тревожно ерзал на стуле. Закончив читать, Сергей спросил у нас. «Ну как, ребята, вам понравилось?» «Очень», – сказал я. «Это настоящий рассказ по «Судьбе». Куда там у Литской». А Володя встал и сказал нечто ужасное. «А ведь ваши рассказы, господин Лубиков, бездарны. Никакой судьбы тут нет. И писать я о вас не буду. Вот, Евгений Викторович, тысячу рублей за еду. Извините, я должен идти». И он ушел. А я остался. Один на один с Серегой. Вот такой рассказ «Судьба». Ну, и теперь несколько стихов. Когда меня спрашивают, как ты себя позиционируешь, кто ты больше, поэт или прозаик, я говорю, что я писатель-юморист и трагический поэт. Ну, хотя я стараюсь писать смешно и стихи, но тем не менее. 2004-й год. Воры-воревичи, псы-озверевичи, там в верхах, а дело швах. Кому откаты, кому заплаты. Мульонов ходца, богатой знати. Война крадется и к нашей хате. Кричит юродивый. Война взорваль. А людям пофигу. Не слышат. Жаль. Такое стихотворение. Фирма. В 2011 году написано стихотворение. Топ-менеджер Вова. Тут обсценная лексика будет, извините. Топ-менеджер Вова. Топ-менеджер Дима. А что ж так херово? А что ж так галимо? Замешана каша. Да сытно не стало. И фирмочка наша на грани развала. Заплаты водежи. Негожи зарплаты. Нема молодежи. Утрапала в штаты. И все бестолково. И неодолимо. Ну что же ты, Вова? Ну что же ты, Дима? Стихи о Винни-Пухе. Вижу эти грустные ухмылки. В чем-то я действительно лопух. И в башке, как водится от пилки. Я почти такой, как Винни-Пух. Я живу, как мне велит природа. Чтобы кто-то безвозмездно мне сказал хорошие слова. И этот город. И этот город. Спасибо. Этот город. Люди ругаются, злятся, хамят. Тот, кто предаст, тот потом и осудит. Да этот город, в самом деле, шный ад. Города-сада здесь точно не будет. Что тут поделать? Я больше не жду яблочек сладких, коврижек из рая. Я научился теперь и в аду жить и любить. Каждый день умирая. И вот такое. Сейчас. Я был когда-то пионер. Мальчишка, руки в обрюке. Я жил тогда в СССР. Теперь живу в Фейсбуке. Я был когда-то ловелас. Камаз в витальной плоти. Ну а сейчас, ну а сейчас на тренерской работе. Я был задирой, амбал. Я был под стать мамаю. Я раньше много понимал. Теперь не понимаю. Вот так. Как-никак. Я думаю, это стихотворение вам будет особенно приятно услышать. Хорошо живется мне в охотку. Я не самый старенький чувак. За девчонку эту замолотку Выпью оглушительный коньяк. Выпью и коньяк, и шнапс, и водку. В этом я всегда найду резон. За девчонку эту замолотку Выпью даже мутный самогон. Я порой счастливее всех на свете. Это свойство вечных дураков. Вот и снова радость В лид-газете Напечатал Юрий Поляков. Наплевать, Что и меня за глотку Этот век берет точно следак. За решетку Значит за решетку. Я живу в России Как-никак. Хорошо Хорошо быть сильным и богатым Жить свою профессию любя Хорошо быть медиамагнатом И печатать самого себя Хорошо быть вроде фейерверка И блистать, шампаниться, сверкать Хороша карьера даже клерка Клерки прочим жителям подстать Хороши райцентрик и столица Хороши станица и село Хорошо на белый свет родиться Не родиться это тяжело Спасибо Ну это Жизнь ящерица А что не песня? Урка А что не хлопец? Урка Жизнь ящерица Юрка По камешкам ползет А все же у придурка Меня душа поет Поет ведь я покуда Живой, а жить не худо Живой, а это чудо Уныние, грех и гиль Болячек два-три пуда Я верю Сдам в утиль Я буду жить на дачке Есть у меня в заначке И баксиков две пачки И вера в чудеса Есть у меня в заначке Я верю Полчаса Спасибо Ну и вот такое Даже я бы сказал Немножко пафосное Стихотворение Но тем не менее Называется оно Кустарь-одиночка Не согнулся Покамест В дугу И какое-то Делаю дело Что могу Говорю Что могу А зачем Так судьба захотела Не приближен К трубе и царю Это счастье Удача большая Я тихонечко Что-то творю Мерзопакостей Не совершая Я не стал Слава Богу Крутым В эти подлые годы Глухие Ничего Мы еще поглядим Кто окажется Нужен России Спасибо Ну вот Собственно Я представил Свои сочинения Я еще про одну книжку Забыл сказать Еще вот такие Коммерческие книжки Я пишу Это вообще Раритет Двенадцать лет назад Вышла книжка Такая неизвестная Произвестность Где я написал О встречах С теми людьми С кем общался Такие книжки У меня время от времени Выходят И они кстати Пользуются успехом Встречаться просто Поскольку я Журналистом Редактором Действительно Много лет работаю И по роду службы Я как-то Со многими людьми Контактировал С Ельциным С Евтушенко С Вознесенским С Познером И какие-то вот Смешные случаи Из жизни Известных людей Как-то записываю И потом Мне приходилось Интервью со многими Делать И вот такие Книги выходят Ну еще Может быть Я несколько Слов скажу О наших газетах Потому что Действительно Это важная часть Моей работы Я выпускаю Такую газету Литературное известие Здесь мы пишем О книжных новинках Не буду скрывать В основном О тех книгах Которые мы же И выпускаем Издательство Вест Консалтинг Выпускаем мы Ну действительно Много книг Самых разных авторов И вот Из Швеции Из Израиля Из Германии Из Америки Ну я не знаю Из каких стран Мы только не выпускаем И вот Например Книжка выпущена Профессора Из Загребского Университета Хлебников Эвангард Дубрав Карайович Толич Не знаю Может быть Вера Зубарева Слышала Про этого автора Профессора Университета Вот И помогает нам В этом деле Нам помогает Сейчас Наеду Просто покажу Вкладку Мы делаем Вкладку Совместно С Министерством Иностранных дел Называется Наша Смоленко Это так они сами Называют Листок общественных Организаций Дело в том Что В МИДе Оказалось Много Творческих Людей Сам министр Лавров Пишет стихи И мы Печатаем Я даже Издал Не так давно Антологию Поэтов МИДа Где в том числе И стихи Сергея Викторовича Лаврова Ну вот У нас В этот раз Вышла восьмиполосная Вкладка Здесь стихи И Анатолий Адамишин Он был первым Заместителем Министра Иностранных дел Германа Гвинцадзе Человек был Послом В Англии И вообще В МИДе Интерес к культуре Существует Слава Богу Мы там даже Какие-то Помогаем им Проводить Литературные Вечера И Очень я Доволен Что мы Сотрудничаем Уже Наверное Сколько так Два года С этой организацией Раньше мы Сотруднили С Рос Сотрудничеством Но сейчас Это сотрудничество Прекратилось Но вот С МИДом Продолжаем Работать Это собственно Единственное Министерство С кем Мое издательство Так активно Работает А так Я сделал Ставку Все-таки На Физических Лиц Мы стараемся Как-то С государством Так получается Контактировать Меньше Потому что Ну это и сложнее И Там видимо Уже все места Заняты Мы работаем С народом С населением С авторами Меня этот путь Честно говоря Устраивает Вполне Ну вот Журналы Наши Тоже Я вам Представлю Вот это Старейший Русский Журнал Наверное Мало Кто видел Футуру Март Я его Создал 15 лет Назад Это Такой Толстый Журнал Авангардной Литературы Прежде всего Поэзии Этот Журнал Был Создан При участии Геннадия Айги Геннадий Николаевич Благословлял Это Дело Честно говоря Это Мой Любимый Журнал Я его Люблю Здесь Очень Много Стихов И как раз Разные Формы Жанры Самый Мой Известный Проект Это Журнал Дети Ра Вот он Такой Печатный Раз в Месяц Выходит Я считаю Что это Все-таки Такой Достойный Проект В основном Здесь Стихи Интервью Рецензии Сейчас Этот Журнал На мой Взгляд Переживает Все-таки Что-то Нечто Вроде Второго Дыхания У нас Появилось Много Дополнительных Критиков У нас Сейчас Появились Книжные Полки Знаменитого Филолога Специалиста В области Исторического Ангарда Сергея Бирюкова Он Рассказывает Об Авангардных Книгах У нас Ведет Рубрику Персональной Знаменитой Ныне Поэтессы Маша Малиновская Она Ведет Свою Книжную Полку У нас Напечатала Масса Рецензии Лена Сафронова Которая Автор Всех Толстых Журналов У нас Критик Саша Карпенко Участник Афганской Военности Замечательный Поэт И критик Печатается То есть Мы Постепенно Переходим Вот В такой Формат Издания Не только Поэтического Но Издания И О Поэтических Новинках Вот это Очень важно Потому что Все-таки Журнал Это прежде всего Критика И вот Когда у меня Был Так называемый Конфликт Я не считаю Конечно Что это Конфликт Но С редактором С редактором Другого Толстого Журнала Который Я сейчас Создаю Суть Проблемы Была В том Что я Считаю Что все-таки В журнале Должна Доминировать Критика Мой С редактор Считал Что должна Доминировать Проза Я думаю Все-таки Что моя Точка зрения Тоже имеет Право На существование Потому что Людям Интересно Прежде всего Прочитать Что о них Пишут А для Романа Для Большой Повести Конечно Существуют Книги Вот другой Наш Важный Проект Это Журнал Зинзивер Он тоже Представлен В том числе В журнальном Зале Это мы делаем Совместно Союзом Писателей Санкт-Петербурга В этом году Я делегировал Полномочия Редактора Владимиру Шпакову Очень хорошему Прозаику Даже я наврал Не в этом году А уже три года назад Я ему делегировал Эти полномочия Он раньше был Просто замом Редактора В этом году Уже Главным Редактором Он стал И вот Они с Галиной Илюхиной Илюхиной Составляют Также номера И Союз Писателей Санкт-Петербурга Нам в какой-то Мере Помогает Тоже Такой Серьезный Журнал Толстый В основном Мы Здесь Печатаем Петербургских Авторов Ну в том числе Авторов Из других Городов В том числе Конечно Авторов Которые Входят В наш Союз Писателей 21 века Ну вот Собственно Я наверное Все что Хотел Вам Рассказал Представил Свои Сочинения Как мы Теперь поступим Вопросы Наверное Да Немножко Не хотите Из аэропорта Вылить Черняховского Чуть-чуть А Можно Прочитать Да Давайте Если Еще есть Силы Да Действительно У меня сил Сколько хочешь Я профессиональный В прошлом Спортсмен Поэтому Я готов Значит Почему Аэропорт И он Кстати говоря Он напечатан С сокращениями Потому что На самом деле Это поэма Рассказ в стихах Намного Больше Но В силу Того Что Многие Люди И живы И они В возрасте И я просто Щел Невозможно Все опубликовать Потому что Я действительно Там Это наш Такой Ну не знаю Наверное Многие знают Расскажу Что такое Аэропорт Аэропорт Это такой Московский Район И Анатолий Рыбаков Анатолий Наумович Рыбаков Он называл Наше Аэропортовское Гетто И там Вот все Писатели Живут Все Актеры Режиссеры Мой сосед Был Например Нескромно Будет Говорить Но это Правда Вот я Живу В Черняховского Дом 6 А Черняховского Дом 5 Жил Леонид Гайдай То есть Вот Ты смотришь В окно Там Живет Гайдай И это Конечно Накладывает Ощущаешь себя Таким Проходимцем Каким-то Жуликоватым Человеком Что ты живешь Вот соседка Моя Улицкая Например Или Зоя Межерова Дочка Александра Петровича Межерова Ну Там Леонид Бахнов Живет В доме 4 И Огромные Все мы Как-то там Всех нас там Объединяет Рынок Вот мы встречаемся На рынке И обсуждаем Все там Литературные сплетни Хотя все Принадлежат Там К разным Этническим Группам К разным Литературным Группам Все там Ссорятся Публично Но На рынке Мы все Друзья И там Помогаем Друг другу Чем можем А публично Мы все там Воюем Этот С тем Не так А так Мы все На самом деле Дружим Вот И вот Такой А с другой стороны Почему Аэропорт Потому что Ну Вот сколько Ну Я в году Наверное Полгода Провожу Вне Родного Города Аэропорт Для меня Такое Место Обитания Ну Давайте Несколько Тогда Фрагментов Значит Аэропорт Рассказ Мой район Аэропорт Заключительный Аккорд Моего Существования На земле Я этим Горд Уважаю Свой район Очень Мне Подходит Он Много Здесь Живет Поэтов Им Почтение И Поклон Я Живу Тружусь Как Мол Черняховского Наул Ничего Что Временами Мой район Точь В Точь Аул И Чеченец И Таджик Всяк Сюда Легко Проник Чай Сам Я Не Ариец Ко Всему Уже Привык Видно Раньше Чингисхан Заготовил Мощный План Чтобы Русь Далась На Милость Что Ж Изучим И Коран О Застойные Года Мемуарная Страда Много Славных Персонажей В Памяти Моей Всегда Был Когда-то Знаменит Лиходеев Интересный Индивид Помню Это Помню То Помню Подавал Пальто Мне Поэт Великий Липкин Он Был Вежлив Как Никто У Него Горчит Строка Слава Богу Есть МК Я В опальную Годину Напечатал Старика Я Счастливый Человек Я Дружил С Татьяной Бек И Ходил К ней Часто В гости Это Был Двадцатый Век Мы Болтали До темна Говорила Мне Она Мы С тобою Головами Трахаемся Вот Тена Я Любил Ее За Не Думаю Она Ко Мне Тоже Относилась Нежно Были На одной Волне Люди Смешанных Кровей Были Мы Родные С ней Написали Друг О дружке Много Всяческих Статей Кстати Прервусь Татьяна Бека Однажды Пришла Ко Мне Домой И Написала Такое Стихотворение У Мой Друг Степанов Женя На Костре Самосожжения Наши Души Пусть Горят Много Лет Еще Подряд Вот К сожалению Так Не Получилось Так Случилось За Три Дня До Трагедии Меня Разбудил Звонок Полношный Сон На Ужас За Меня Жаловалась Мне Она Вероятно Жизнь Война Брат Как Танк Идет Ползет На Брата Этим Я Утомлена Жизнь Моя Теперь Как Ад Злые Люди Мне Звонят Оскорбляют Унижают Я В живых Остану Брат Я Сказал Забудьте Их Этих Персонажей Злых Не Снимайте Больше Трубку Ну Их Психов Городских Мне Она В ответ Ну Что ж Видно Правду Ты Речешь Я Снимать Не Буду Трубку Пресеку Пустой Голдеж Так Решили Мы Тогда А Потом Пришла Беда Я Татьяну Не Забуду Это Правда Никогда Мой Родной Аэропорт Величавый Точно Лорд Много Здесь Моих Знакомых Огнев Котов Лук Борт У писателей Здесь Кров И Давыдов И Бахнов Здесь Творят Свои Шедевры Винных Не боясь Паров Бог Не жмут И мне Помог Денег Подкопить Я смог И затеял На квартире Телецентрик Диалог Диалог Мой Диалог Он От пафоса Далек Но О сущностных Вопросах Мы Беседовали Ок Приходил Сюда Мой Друг Мудрый Дима Цесельчук И Орго И Макс Лаврентьев Милый Дружественный Круг О писательских Делах Говорили О летах Прожитых Неосторожно В попыхах И в торопях О склокоченной Стране Что опять Огонь В огне О народе Что как прежде Ищет Истинного Вине Заходил Евгений Рейн Кофе Пил И пил Глинтвейн Долго Рассуждал О Бродском И окряхтел Ихних Тферштейн Нобель Бродского Пиар Слава Бродского Товар Рейн Конечно Возражал Мне Но не сильно Был он стар Как-то вышел Разговор Путин Без Сатрап И вор Я смеялся Очень долго Слушая Подробный Вздор О наивные Умы Царь Всегда Такой Как мы Разве Хоть На пару Суток Недостойны Мы тюрьмы Мой Единственный Завет Не Преложно Чтобы Свет Был В тебе Сильнее Мрака И тогда Придет Расцвет О Христе Возник Вопрос Может Ересь Я понес Но сказал В чем Я уверен Человечество Христос Если это Нам понять Будет Незачем Пенять На врага И на собрата Будем Лучше В другаря Не кончается Рассказ Сделав Паузу Сейчас Я потом Рассказ Продолжу Ежели Сподобит Спас Аэропорт Я Такую Усеченную Версию Вам Прочитал Как говорится Продолжается Такой Вечный Аэропорт Очень Спасибо Если Какие Вопрос Пожалуйста У нас есть Сколько 20 минут А можно Союз писателей 21 Веку Хорошо Спасибо Вера За вопрос В россии В россии Организации Я Я догадывалась Что Ты Такой Секой Ну Теперь Я Поняла Что Ты Фашист Ты Меня Не Принял В союз Писателей Но Ты Еще И Было Я Согласен Но Нужно Все-таки Определиться Либо Фашист Либо Было Потому Что В одном Флаконе Это Сложно Но Я Считаю Что Это Комплимент В мой адрес Как руководителя Этой писательской Организации Поскольку Люди Хотят Вступить А если Ты Отсказываешься И они Так Сердятся То Это Значит Мы Чего-то Значим Действительно Сейчас Это Серьезная Организация Значит Все Свои Журналы И Издания Я Передал В этот Союз Писателей Наша Газета Поэтоград Это Раньше Была Моя Собственность Я Передал Этот Еженедельник Союз Писателей Наш Крупнейший Портал Читальный Зал Это Я Передал Тоже В Собственность Союза Писателей Это Мощнейший Теперь Портал Который Объединяет Более Пятидесяти Изданий Включая Ведущие Толстые Журналы Которые Выходят И в регионах И здесь В Америке Даже Журнал Время И Место Который Давид Гай Делает Мы Должны С ним Стретиться Масса Журнал Дон Север Литературная Газета Книжное Обозрение Зарубежные Записки Подъем Дальний Восток Литературный Иерусалим Каждый День Мы Прирастаем Новыми Издания Этот Проект Принадлежит Тоже Читальному Залу Что Мы Еще Создали Мы Создали На самом деле Не так Мало Например Члены Московского Отделения У нас Получают Бесплатную Медицину То есть Мы договорились С Литфондом И они Имеют Возможность Прикрепиться К поликлинике Вот это Большое Просто Достижение И В Литфонде Нам пошли Навстречу Почему-то Писатели Неактивно Обращаются Потому что Многие Состоят И в других Союзах В Союзе Писателей Москвы Они уже Через Литфонд Эти поликлиники Получили Ну что Мы еще Делаем Мы Если честно Я пытаюсь В хорошем Смысле Воссоздать Все-таки Те преференции Которые Были У Союза Писателей СССР Это была Могучая Система То есть Были Поликлиники Были Базы Отдыха Вот Все мои Ресурсы Которые Существуют Я создал Такую сеть Апарт-отелей В разных Странах Мира Под Таким Громким Названием Степанов Которые Находятся Либо в долгосрочной Либо в краткосрочной Аренде И мы Направляем Писателей На отдых Вот Например В этом году Я купил Замечательную Такую Квартиру В Болгарии На берегу моря Там Пять минут До пляжа На первом этаже С садом Вот уже Несколько человек Там Отдохнуло Наших членов Союза Совершенно Бесплатно Они поехали Отдыхали Вот Мы Учредили Целый ряд Премий Вот сейчас Мы плотно Работаем С литературной Газетой Вместе с Юрием Поляковым Учредили От Союза Писателей От Литгазеты От Министерства Иностранных дел От Литературы Творческого Объединения От Душина МИДа Мы учредили Престижную Премию Такую Писатель 21 века Там три номинации Поэт 21 века Прозаик 21 века Литературный Критик 21 века Мы учредили Премию Имени Леонардо За многогранность Дарования Вот тоже Будет В ноябре Уже Награждение Торжественное В декабре Будет Награждение Премии Писатель 21 века Мы избрали В этом году Первого Секретаря Союза Писателей Это Нина Краснова Моя Сподвижница Вот мы С ней Собственно Ведем Всю Организационную Работу Мы Издаем Книги Издаем Журналы То есть Для чего Нужен был Этот Союз И почему Он оказался Востребованным Потому что Остальные Писательские Организации Они Выполняют Свои Функции Безусловно Им низкие Поклоны Я в них Состою В этих Организациях Но все Таки Мы конечно Издаем Журналов И газет Больше Всех Это нужно признать Потому что Мы даем Возможность Для реализации Я считаю Что для писателя Все таки Главное Это публиковаться Все остальное Вторично А вот Публиковаться Это очень важно И не случайно У нас есть Отделения И в Израиле И в Германии И даже Во Франции И в разных Городах России Потому что Сложно До сих пор Вера До сих пор Сложно людям Пробиться В журналы Ну вот Есть Американские Русскоязычные Авторы Которые Печатаются Например Вера Зубарева К ним Относится А так Сказать Чтобы Русскоязычный Американец Смог Публиковаться Как ты Например В новом мире Или В вопросах Литературы Ну так Сказать Все таки Нельзя Бахыткин Жеев Может Алексей Петрович Светков Может Гондарисман Владимир Может Кто-то Еще А есть Много Талантливых Людей У которых Таких Возможностей Все таки Нет Мы Стараемся Создать Инфраструктуру Мы Хотим Создать Литературную Среду Хотим Способствовать Литературному Процессу Именно для этого Мы и создали Этот союз Писателей И я считаю Что Все таки Он какую-то Свою функцию Выполняет Я думаю Он востребован Будет и в дальнейшем Хотя Конечно Лично Для меня Это Нагрузка И материальная И моральная Потому что Естественно Так или иначе Мы Вступаем В какую-то Конкуренцию Все таки С другими Организациями Естественно Это Не у всех Может вызывать Восторг Это нормальный Процесс Когда ты Что-то Делаешь Ты Естественно Вызываешь Какое-то Сопротивление Это нормально Но я думаю Что все равно Этот союз Писателей Нужен Вы говорили Там Есть Такая Поэзия Которая Отличается Отне Поэзии Что Значит Чем Отличается Формулировка Или какие-то Симптомы В той или иной Что такое Писал Чем Народ там Любит Это Поэзия Или это Ужение Поэзии Что Вы знаете Александр Александр Я еще раз Хочу подчеркнуть Что Действительно Существует Видимо Множество Разных Определений Поэзии Вот например Когда мне было 15 лет Мой кумир Был Эдуард Осадов Эдуард Аркадьевич Осадов И у меня Знаете Был период В жизни Я работал Редактором Отдела Поэзии Толстого Журнала Для подростков Под названием Мы И я позвонил Осадову Мне уже было 26 лет Я был Такой начальник Член Редколлегии И я напросился К нему в гости К моему кумиру Я вот пришел Вот я у него Взял стихи Для журнала И я смотрел На своего кумира Хотя уже тогда У меня понимание Поэзии Было совсем другое Уже я думал Что стихи Это что-то там Мне уже казалось Там ближе Там Вознесенский Там Я уже тогда Уже знал Стихи Бродского Мне это уже Было ближе То есть даже У одного Человека Произошла Некая Трансформация В сознании В понимании Поэзии Потом Вот я помню Мы с Татьяной Александровной Бек Сделали Может быть Лет 12 12-15 назад Интервью Она Как ни странно Беседовала Со мной А я отвечал На ее вопросы Хотя кто я И кто она Естественно Она Просто высшей степени Одаренный человек Но тем не менее Она вот задавала Мне вопросы Интервью вышло Под таким заголовком Мои слова были Поэзия Это то Что нельзя Пересказать Прозой Вот я думал Лет 15-12 Назад Так Мне казалось Что полное отсутствие Там смысла Вот стихи Там того же Айги Мне казались Или там Юрия Милорава Который Нарушает Там какие-то Допуска Законы Стихосложения Допускает Всевозможные Сдвиги Поэтические Да Если говорить Там терминами А поэза Мне тогда казалось Что это Поэзия Например С Александром Семеновичем Кушнером У нас Однажды была Публичная Дискуссия Я написал Там Совершенно Не отдавая себе Отчет Что я говорю Что вот стихи Кушнера Можно пересказать Прозой Поэтому мне Это не нравится И Кушнер Как на грех Это все Прочитал А мне там Было тоже Может быть Лет 28 И он мне Ответил А как же ты Хочешь мои стихи Пересказать Вот попробуй Он обиделся Стал возмущаться Понимаешь Я сам Перепугался Что я говорю Понимаете Потом Значит у меня Начались другие Представления Какие-то Вот потом Татьяна Бек Однажды меня послала Буквально На три буквы Конкретно Сказала Вот ты такой Подлец Негодяй Бросила трубку Потом 10 дней Извинялась А спор был Как раз о том Что такое поэзия Я начинала И говорить Что смысл Смысл в поэзии Не нужен Она говорит Так как же так Ты же сам пишешь Такие стихи Смысловые Мы с ней ругались Со страшной силой На этой почве Потом конечно Так же бурно И мирились Вот Потом Поэтому Нужно понять Одну вещь Поэзия Многогранна Вот Слава Леон Мой друг Знаменитый поэт Андеграунду Он составил Такую целую Периодическую Систему поэзии И он правильно говорит Он говорит о том Что существуют Разные поэтические группы Есть традиционалисты Есть Ничего страшного Есть верлибристы Есть поэзия Там заумная Вот например Сергей Бирюков Это заумная поэзия Есть Ну есть Абериуты В конце концов Есть там Поэзия Хлебникова Но я думаю Что важно Чтобы мы всех Оценивали И анализировали С точки зрения Тех литературных групп Которые существуют На самом деле Критерии оценки Поэтического текста Существуют Это я вам говорю Как стиховед Они существуют Поэзию можно оценивать С точки зрения Лексики Строфики Орфоэпи Метрики Тропонасыщенности И так далее И так далее Существуют эти критерии Они разработаны В отечественном стиховедении И в мировом стиховедении Тем не менее Эти законы существуют Но Что я подчеркиваю Я подчеркиваю Что бессмысленно Татьяна Бек У меня спрашивает Кто для тебя Более сильный поэт Бродский Слуцкий И Айги Татьяна Александровна У меня спрашивает Совершенно разные поэты И я знаю Как она относится Например Борису Абрамовичу Слуцкому Которого я тоже Боготворил И боготворю Для меня это великий поэт Борис Абрамович Несмотря на все Те коллизии Которые в его жизни Произошли И я ответил тогда Что все-таки Поэзия Это не спорт Мы не можем сравнивать Для меня И Бродский И Слуцкий Равновеликие поэты Понимаете Если говорить Например О Великой Петербургской Плеяде Вот я об этом В этой книжке Пишу своей То для меня Например Поэзия Виктора Кривулина Не менее Значима Чем поэзия Того же Бродского Понимаете Потому что Они работали В определенной Просуде Другое дело Что одни Получают премии Другие не получают премии Но мы не должны Умолять Вот этих других поэтов Для меня Каждый Имеет свой вес Но Когда мы говорим О поэзии Например Песенной Вот я например Целую главу Написал о поэзии Высоцкого Вот как вы думаете Кем себя Высоцкий считал Он считал себя поэтом Он не считал себя поэтом Не считал Он считал себя Поющим актером Представителем Авторской песни Я доказываю Что Высоцкий Был поэтом И он был Наследником Как раз Леонозовской группы Поэзии Андеграунда Вот я об этом пишу Но если мы сейчас Начнем анализировать С точки зрения Истории Литературы Ведь Литературное сообщество Его признавало Но одно стихотворение Опубликованное при жизни Одно У Высоцкого В дне поэзии Сейчас все Друзья Высоцкого И так далее А одно стихотворение Леонид Губанов Все знают Великий поэт Одно стихотворение Опубликованное при жизни Георгий Абалдуев Это вообще Прочтите книги Абалдуева Это вершина Вообще его никто не знает Просто не знают Вот Поэтому Должны быть Конечно Критерии Моя задача Как издателя Проинформировать Общество Литературное сообщество О том что есть О том что есть И подсказать Вот это вот Обратите внимание на того Обратите внимание на этого Вот Есть сейчас Знаменитый Уже после того как он ушел из жизни Поэт Валерий Прокошин Никто же его не печатал Мы его печатали в журнале Вот Когда он умер Его напечатал Новый мир А до этого никто не обращал внимания А замечательный поэт А замечательный поэт Жил В Обнинске В Калужской области Никто его знать не хотел Вот А талантливый поэт Что же касается Вот этих Поэтов-песенников Это тоже Огромное искусство Например Юрий Ряшинцев Всем вам известный Он замечательный поэт Но все его знают По песне Пора-пора Порадуемся Там на своем Так попробуйте так напишите Это тоже нужно уметь Это тоже Вот я писал какие-то песни И знаю что Это сложное искусство Сложное искусство Нужно Как-то Подстроиться Под мелодию Угадать этот ритм Это И вот с Ряшинцевым Мы как-то разговаривали В Грузии Он говорит Это мой бизнес Но это очень суровый Серьезный бизнес Поэтому Все Имеют Право На существование Это раз Второй Мой тезис Существует Критерий Оценки Поэтического Текста И мне Например Доказать Что белое Это белое А черное Это черное Что сейчас Или наоборот Мне доказать Это сложно Потому что Я эти критерии Оценки понимаю Другое дело Что сейчас Конечно Произошел Перекос Вот если Помните Был такой Брайан Эпстайн Или Эпштейн Говоря по-русски Который был Промоутером И продюсером Группы Битлз Да Вот И он собственно Добился Вот этого Успеха Битлз Потом он И Роллинг Стоунсу Помогал То Конечно Был период Когда Брайан Эпштейн И Битлз Были Равновеликой Фигурой То есть Без Эпштейна Битлз Бы не появился Это точно Это доказанный Факт То сейчас Ситуация Изменилась То сейчас Фигуральный Менеджер Брайан Эпштейн Сильнее Любого Литературного Этого Этой группы Битлз Понимаете Сейчас вот эти промоутеры Литературные критики Литературные менеджеры Они конечно Больше значат Чем сами поэты Для меня Это Абсолютная Истина Я готов Это доказать На любом уровне Вот Но это тоже плохо Это перекос В другую сторону Потому что Как говорит Чухонцев Олег Григорьевич Он говорит правильно Поэзия Это абсолютная материя Абсолютная Как музыка Там Я не знаю Как Как что там Как математика Или как что-то еще Но Это абсолютная материя Которая существует По своим Определенным Законам Эти законы Существуют Их нужно знать Ну вот Такой мой ответ А как Какое определение Вы даете Талантливым Вот Хороший вопрос Я считаю Что любой поэт Талантлив Если поэт Он уже Поопределен Для меня Ну вот Я не знаю Какие примеры Привести Ну Не знаю Ксения Некрасова Блаженная Ксения Некрасова Которая там Писала в 70-е годы Она Практически Даже у нее Рифмованные стихи Не получались Ну для меня Она поэт Для меня Любой Человек Который Похож Сам на себя Вот сам на себя Вот он выражает Свою душу Своё эго Свои там Чаянии Вот он Такой как он и есть Вот как там Есенин Лучше там Как лягушка Но своим Собственным Соловьё Там как-то там У него все время Одна и та же песня Ну вот Ты будь самим собой Вот был такой поэт Михаил Файмерман Тоже мало его Кто знает Я его публиковал Он писал Коротенькие Тишайшие Ди стихи Торцеты Но Айги Его ценил Там больше других Юра Милорава Считает Что Файмерман Один из лучших Современных Русских поэтов Он вообще С точки зрения Обывателя Писал не стихи А это поэзия Поэтому Любой человек Который Написал Своё Хотя бы Одно стихотворение Для меня Уже талантливый человек Любой талантливый Я вообще против Вот слова Графоман Для меня Это слово Неправильное Ну что это такое Я вот тоже Лев Толстой Считал графоманом Достоевский Называл себя Графоманом Понимаете И Что такое Графа Это писать Ман Это там человек Люблю писать Поэтому Другое дело Что не у всех Конечно получается Не у всех Но я не могу От всех Это уже все Как Господь Бог Он кому-то Такой дал талант Тому-то такое Ну все имеют Право на существование Абсолютно А эту даму Вы не приняли В союз писателей Я её не принял Но у меня же Союз писателей У меня же не Союз любителей Поэзии У меня всё-таки Союз писателей Правильно Да У меня всё-таки Союз профессиональный Зарегистрированный Там в Минюсте Вот Тут я вынужден Какие-то Ставить Границы Вынужден Вынужден Это не значит Что я к ней Плохо отношусь А вы берёте Только талантливые Печатали Ну я Я стараюсь В меру Своего понимания Этого вопроса Я стараюсь Может быть я ошибаюсь Но тем не менее Всё-таки Какую-то планку Вы понимаете Я вынужден Её держать Потому что Если я буду Печатать Людей С каким-то Низким потенциалом Меня могут Исключить Из этих крупных Порталов Поймите Потому что Я нахожусь Например В журнальном Зале Рядом Журналов Новый мир Знамя Иностранная Литература Вопросы Литературы Я как бы говорю Ребята Смотрите Я такой же Как вы Я рядом С вами И я там Напечатаю Что-то такое Меня Меня исключат Я вынужден Я не свободен Я в этом смысле Не свободен Вроде бы С одной стороны Это вот плюс Что ты находишься В таких Престижных Сообществах А с другой стороны Это накладывает На меня Определенные Ограничения Демократия Это же Свобода Что такое Я закончил Религиозный Вуз В Женеве Знаете Меня учили Там Что такое Самое главное Какую нам Дал Свободу Христос Он нам Дал Свободу Выбора И вот Я Должен Каждый раз Выбирать Понимаете Поэтому Свобода Это Вещь Которая Тебя Ко многому Обязывает Это Определенные Границы Вот Поэтому Я Не могу Это не значит Что я должен Печатать Только Гениальных Там Людей Где я Столько Их возьму Ребята Где я Столько Наберу Талантливых И гениальных Людей Да Но Какой-то Мейнстрим Задать Какой-то Уровень Задать Я Обязан Иначе Я бы Не был В этом Журнальном Зале Десять Лет Уже Меня бы Туда Не взяли Туда Не взяли Десятки Журналов Причем Очень Хорошие Очень Хорошие Которые Финансируются Государством Бельские Просторы Это Журнал Который Финансируется Администрацией Башкортостана Да Вот Их туда Не приняли Я Финансирую Журнал Один Это Просто Мои Личные Все Все Вот Эти Проекты Это Мои Личные Средства И Как-то Естественно Я на Эти Проекты В какой-то Мере Влияю Да Поскольку Я Являюсь Собственником Естественно Я Вот Был Тоже Случай Когда Я Купил Один Журнал И Другой Соредактор Стал Удивляться Почему Я Оказываю Влияние На Этот Журнал Но Как же Иначе Если Я Читателем Перед Теми Людьми Которые Этот Журнал Покупают И так Далее Я же Издатель Я Извините Должен И Марку Держать И Я Должен Конце Концов Этот Продукт Продать Я Должен Эту Вещь Продать Если Я Ее Произвел Я Ее Должен Продать Поскольку У меня Нет Дотации От Государства Как У Всех Ну Не У Всех У многих Других Толстых Журналов Они Существуют Благодаря Тому Что Есть Финансовая Поддержка Замечательного Агентства Которое Называется Федеральное Агентство По печати И массовой Коммуникации Вот эти Журналы Они Дотацию Получают И Новый Мир И Знамя И Октябрь И Дружба Народа А я Этого Не Получаю Поэтому Я Отвечаю Извините Своим Рублем Хорошо Значит Смотрите Я Издаю Очень Много Я Издаю Порядка 300 Книг В год Наименований То есть Почти Каждый День У меня Выходит Новая Книга Почти Каждый День Вот 365 Дней Вот 300 Значит Дней В году Выходит Новая Книга Значит Что Мы Делаем Мы Создали Прежде Всего Свои Интернет Магазины Один Из них Конечно Вы Знаете Это Litlavka.ru Это Крупный Магазин Который Полностью Мне Принадлежит И Мы Продаем Книжки Фактически По цене Издательства Именно Через Этот Магазин Также Мы Продаем Книги В Крупнейших Магазинах Например Библиоглобус Где У меня Прямые Договорные Отношения С Этим Магазином Я Продаю Книги В Магазине Москва Это Наверное Самые Крупные В Московском Доме Книги И так Дали И так Дали В Магазине Фаланстер Также Мы Продаем Книги Через Оптовую Фирму Раньше Мы Работали Через Организацию Корфу Сытина Но Она К сожалению Закрылась Она Проработала На рынке Более Двадцати Лет Я С ней Сейчас Мы Работаем Через Замечательную Оптовую Организацию Старый Свет Это Очень Надежные Люди Василий Николаевич Директор С которым Я работаю Одиннадцать Лет И Он Реализовывает Мои Оптовые Поставки Это Компания Старый Свет Издательский Бизнес Он Очень Непростой Он Очень Деликатный Ты Книги Можешь Сдать Но Не факт Что Тебе Еще Деньги Отдадут Это Тоже Большая Проблема Вот Василий Николаевич Деньги Отдает Или Там Магазин Фаланстер Отдает Или Магазин Книжница Русское Зарубежье Фонд Они Там Деньги Отдают Нам Перечисляют Деньги И Библиоглобус Вот То есть Система Распространения У нас Слава Богу Налажена Но Смешной Момент Наши Продажи Через Нашу Книжную Лавку Литлавка Точка Ру Они Превышают Продажи Через Все Эти Крупные Магазины Вместе Взятые Если И Говорить О Нашей Номенклатуре Товаров О Нашем Ассортименте То есть Наши Продажи Выше Почему Потому Что У нас Подготовленный Читатель Раз Во-вторых У нас Конечно Цены Себестоимости Грубо Говоря Вот Такая Книжка Стоит У нас В магазине Тысячу Рублей А в магазине Московский Дом Книги Она Стоит Уже 2400 Рублей Вот этот Трехтомник Естественно Люди Пойдут Ко мне Они У меня Купят Быстрее Вот Чем Они Будут Покупать Эту Книгу В МДК Ну В три Дорога Конечно Да То есть Потому Что Много Накруток Магазин Делает Накрутку Книга Торг Делает Накрутку И Поэтому Естественно Покупают В основном Через интернет Магазины Как собственно И все Я не знаю Как в Америке Но в России Мы все постепенно Переходим Вот на Интернет Покупки Все-таки Через интернет Все дешевле Не знаю Как здесь Покупают Люди Книги Покупают Вы знаете Сложные Книги Вы знаете Вот еще Интересный Момент Книги О книгах Продаются Лучше Чем Сами Книги То есть Абсолютная Правда Вот мои Книжки Все Значит Вот там Диалоги О поэзии Был Бестселлер Моя книжка Про прозу Бестселлер Значит Продажи Огромные Самая Моя Популярная Книга Была Которую Я Раз пять Переиздавал Это была Книга Которая Называлась Социальная Реклама В России Я написал Я был Специалистом Когда-то В области Рекламы Я о рекламе Написал Много Книг Ну Не много Три Точнее Вот И одна Была Книжка О социальной Рекламе Я ее Перездавал Пять раз И она Была Просто Вот я Приходил В книга Торг Мне этот Директор Вот такой Поклон Отвешивал И говорил Женя Какие у тебя Прекрасные Книги Я ждал Конечно Комплиментов В адрес Моих Романов Но про Роман Он ничего Не говорил Он говорил Только Про Эту Книгу Социальная Реклама То есть Востребованы Книги Прикладные О чем Как покрасить Забор Вот это Будет Воспринято На ура Или там Про социальную Рекламу Какие самые люди Хотят Читать Эти книги Научиться Уписать Стихи Или Про А не думают В этом Они покупают Похудеть Вот похудеть Вот это Да Правда Да Вот похудеть Это значит Ну тот Я конечно Как всегда Немножко Обманул Потому что Все ждали Там Рецептов Таких А я Описываю Свои Там Байки Из жизни Невыдуманные Истории Вот Но тем не менее Вот действительно Эти Книжки Покупают Вы знаете Ну Рынок Специфический Книжный Он Конечно Очень Дифференциирован Дифференциирован Но Нужно Уметь Работать Вот как Китайцы Работают На любой На любой Сегмент Рынка У них Есть свой Товар Я приезжаю В Берлин И мне говорят Вот какие Смотри Замечательные Товары Неужели Немцы Неужели Открывают Опять Мэйденчайна Понимаете Или там В Москве Идешь Какой-нибудь Шарпатреп Все китайское Разные Разные Выпустили Книжку Для гострах Для гостраха Там Сусальное Золото Сусальное Золото Там Эти плакаты Карманные Календарики Это у них У гостраха Подарочные Издания Еще даже Почетную Грамоту Этого Гостраха Дали Вот Ну то есть Мы такую Можем Выпустить Такую На Каждый Товар Есть Свой Потребитель Все Эти Вот Законы В Москве Они Сейчас Работают Очень Активно Ой Извините Пожалуйста Пожалуйста Это вопрос на докторскую диссертацию состояния русского языка Я хочу сказать что официальная часть нашей презентации закончена Запись Но у нас есть неофициальная часть Это тогда Общаться Продолжать отвечать на вопросы Но поскольку мы должны в четыре покинуть этот зал То я хочу всех поблагодарить Кто нас смотрит Кто нас смотрит И все будут продолжать общаться с Евгением Мы микрофон продолжаем Да Да Вы знаете Ну что касается первого вопроса про знаки припинания Действительно в некоторых стихах Я сознательно не ставлю знаки припинания Так делают Не к сожалению Не к счастью Такая данность Так делают многие поэты Ну Даже я не хочу сказать большинство Но очень многие Это и Алексей Цветков так пишет Там И Вадим Месяц И многие-многие другие Ну Есть такое слово Мода Во многом это мода Вот так С другой стороны Действительно Это дает какую-то дополнительную Как мы надеемся Стихотворцы Может быть такое Полисемантичность Какой-то такой Дополнительный подтекст Какой-то второй план Потому что Ну Для того чтобы появился второй план Нужно чтобы был хорошо выписан первый план То есть иногда Знаки припинания просто не нужны Но есть стихи которые у меня Со знаками припинания То есть разные просто тут подходы К оформлению стихотворного текста Что касается второго вашего вопроса Как обстоит дело с русским языком в России Ну плохо обстоит Чудовищно обстоит дело Во-первых Ну конечно сокращается число часов По изучению русского языка Это колоссальная проблема И литературная общественность ставит об этом постоянно вопрос И это приводит к удручающим результатам Совершенно потому что Люди разговаривают и на сленге И на жаргоне И с употреблением ненормативной лексики И бесконечный англицизм Сейчас приезжаешь ты в Америку И видишь эти слова Они все там у нас в России Они все в ходу То есть все Вот те Там я не знаю какие слова только существуют Все уже говорят с использованием этих американизмов Англицизмов и так далее То есть государство На мой взгляд Например как во Франции происходит дело Конечно есть колоссальная протекция И колоссальная защита Французского кинематографа Французской литературы Определенный процент должен быть французских фильмов У нас с этим дело обстоит крайне плохо Очень большое засилие иностранных фильмов Причем не самого высшего качества Огромное количество американских фильмов Но далеко не лучших Выгоднее купить американское кино Прокрутить его Заплатить какие-то небольшие деньги Чем создать свое собственное кино Приводит к печальным результатам Я много об этом раз говорил Если ты подходишь к киоску Желдор Пресс И там продается книга Условно я вор, я бандит Или я там что-то еще Какое общество вы получите? Вы получите то общество, которое вы формируете А киоски заполнены такой продукцией Такой литературой Я недавно написал в своей газете Поэтоград небольшую статью Что должны, конечно, быть законы Которые поддерживают, во-первых, конечно Некоммерческого издателя Который сеет разумное, доброе, вечное Потому что мы издаем там поэзию, прозу Как я надеюсь, стараемся пробудить В людях лучшие качества Рынок же диктует совсем другое Он диктует, чтобы продавались И бульварные романы И бесконечные диктивы И триллеры, и эротическая литература Это кассовые продукты Но чему они учат Чему они учат Поэтому, когда говорят, что Рынок все сам образует Все сам организует Это неправильно Потому что и экономические законы Говорят совсем о другом Западная экономика во многом спланирована Вы это знаете лучше меня Есть планирование Мы как раз та страна Которые отказались от своих же завоеваний От лучших И утратили их полностью Понимаете? То же самое касается и культуры И сферы русского языка И здесь огромное количество проблем И я считаю, что государство В этом смысле Как минимум пассивно Оно должно проявлять Какую-то активность Инициативу И у нас есть определенные надежды У литературного сообщества Как вы знаете, следующий год Объявлен годом литературы в России Но к чему это приведет Я не знаю Во всяком случае Я, как издатель С многолетним стажем Никаких преференций Никогда не имел И не имею Никакой поддержки От государства В плане издания Своих литературных журналов Никогда не получал Однажды я подал заявку На портал Читальный зал Который объединяет Русскоязычный мир Создает фактически Этот русский литературный мир Нам отказали Федеральное агентство По печати массового коммуникации Ну какая-то поддержка Русскому языку Русской литературе Значит А кому-то они оказывают поддержку То есть К сожалению Понимаете, какая проблема В России Есть только элементы Рыночной экономики Хотя бы Если есть рыночная экономика Которую вы декларируете Вы создаете Для всех участников рынка Равные условия Вот этих равных условий К сожалению нет Это касается И большого бизнеса Это касается Малого бизнеса Это касается Литературных проектов Вот этих равных условий В чем основное Отличие демократического общества Вот этого нет Это большая проблема Получается, что Какая-то часть общества Еще живет при социализме И очень неплохо живет А какая-то часть живет В условиях капиталистических джунглей И она с трудом выживает И это все сказывается Это сказывается И на литературном процессе И на общем Каком-то климате В обществе Много очень недоработок Очень много И поэтому Если выйти на улицы Москвы И послушать Как люди говорят Я не думаю Что это вызовет Большой восторг Не думаю Да Даже здесь Есть руки Ребята Которые говорят По-русски Но только матом А по-английски нормально А по-английски нормально Да Ну вот Понимаете Но мы получаем то Что посеешь Что пожнешь Понимаете Я хочу сказать Что Давайте не будем волноваться О русском языке Это же живой Живой язык Он куда хочет Туда идет И время отсеет Безусловно То, что не нужно То, что эфемерно А то, что нужно То останется А как было с калошами И макроступами Макроступы ушли А калоши остались Я просто Макроступы Кстати, Евгений Вы знаете Книжку Максима Кронгалса Ну конечно Он директор института лингвистика РГГУ На грани нервного срыва Да Конечно Он все-таки настроен Довольно Активистично Вот то, что Лена сказала Он примерно То же самое Я думаю Но все равно Нужно что-то делать Ну конечно Нет, работать нужно Если пустить все На самотек Понимаете Любой экспромт Должен быть Хорошо подготовлен Вот это правило Театральное Любое Ну нужно готовиться Если мы Пустим все на самотек И скажем Что вот все само Это отчасти правильно Я уважаю точку зрения Но какие-то должны Все-таки меры приниматься Но Если сокращается число Часов по изучению русского языка Это не может привести К каким-то положительным результатам Попозже Попозже Давайте 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 Попозже У нас тогда не будет Время На то, чтобы посмотреть книжки Мы хотим Чтобы ваши книжки Давайте Тогда Может быть Мы тогда Уже будем Постепенно Завершать Да Все Друзья Я тогда Вас всех сердечно Благодарю Спасибо Вам За то Что вы Есть У вас Хорошие Добрые Лица Я очень рад Что Вам